Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня в пользу Бройзе. Штрэээбух! О-о-о-о, да. О, чё-то есть, кстати. О-о-о. А что тут, может, ещё что-то есть? О-о-о. Смотрит моё видео, уже Влад, где-то. Я Влад. О-о-о. Обалдеть, ребят, смотрите, чё досталось. Ребят, серебряные персти. Ребята, там цепь. Ребят, представляете, если золотая, очень похожа на золото. Чувак, чё там за сундук? Это дорогущий набор. Ку-ку. Ам-ням-ням. Оф, ням-ням-ням-ням. Оф, ням-ням-ням. Ребятки, всем здравствуйте. С вами расхититель мусорных баков. Сегодня я вам покажу, как я выживаю на помоечках и как зарабатываю. Вы, вы, вы увидите то, что я нахожу в помойках. С вас обязательно лайки за мой труд. Вы ещё посмотрите, сколько людей меня смотрят без подписки. Нужно, это уже пора. Нужно это всё высправлять. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, потому что этот контент, тот, который вы заслужили, ребятушечки. С вас лайки под видос, подписочку. И в комментариях пишите, почему вы смотрите этот контент и почему именно вы его заслужили. Обязательно отпишитесь. Это я жду обратной связи от вас, ребятушечки. Помойка дико меня насыщает. А сегодня я, как пират, разорву помойки и добуду оттуда всё, заберу то, что я должен там забрать. Ведь я тоже должен там что-то найти, как и все. Мы должны кому-то что-то, но я никому ничего не должен. Я должен вас радовать, ребятки. Поэтому я стараюсь вместе со всеми, кто... Ух, какая сытная. Ой, ой. Печенюшки, ребятки. В шоколаде белом. Смотрите, какие с начиночкой. Изделия кондитерские, мучные, заварные шарики в белой глазури. Изготовлено 4 июля. Так, срок годности 60 суток. Это как вообще? 60 суток это типа месяц, а не просроченные, к сожалению. О-о-о-о. Оль. Олькер, чоколадте. Халей. Смотрите, какая печенюшечка. Так, 23. Привет. Смотрю твои видео уже год где-то. А как зовут? Я Влад. Приятно познакомиться. Спасибо. Нифига встреча. Так, неожиданно. Да. Ну я сейчас это снимаю, вот еще находки. Прям новое видео? Да. А что, можно с тобой? Полазить? Ну да. Давай. Правда? Да. Это тот моцик легендарный? Да, это мой мопед. Вау. Крот. Скину в рюкзак можно? Да, давай. Не, давай в эту сумку, а то его украдут. Я тут печенюшку нашел, смотри, запечатанную. Печенюшку? До 22 года, она даже не просрочена. А ты что, тоже лазишь по помойкам? Вообще нет, я как-то стеснялась, но, блин, с тобой вообще было прикольно. Ну, давай. Ты хоть здесь рядом живешь? Да, а ты? Да, вот, вот в этом доме. Офигеть, слушай. Я тебя раньше вообще здесь не видела. А я не знаю, как-то так вышло. Ну, я тут постоянно. Но в этих дворах не особо часто, но иногда бываю. Лиза, а как ты о моем канале узнала? Ой, это давно уже как-то просто на ютубах шарилась и нашла всякие приколюхи смотрела. Офигеть, и как тебе контент? Блин, ну здорово на самом деле сейчас вообще, ну, люди как-то к этому плохо относятся. Серьезно, столько хороших изюки делаю. Да, кстати. Я постоянно женскую одежду, вот, косметику нахожу. И если что, могу тебе ее откладывать. Было бы здорово. Ну, давай, может, сейчас что-нибудь найду, блин. О, сходу женская сумочка. Ну, если хочешь, я могу тебе ее взять чисто. Ну, давай. Давай. Так, а ты реально, ну, то есть, мы сейчас поедем и будем кататься. Да, а можно так? Да. Ну, давай, я, в принципе, сейчас один, типа, без проблем. Ну, давай. Поехали-то. А тут что-то вообще нифига нет. Ой, тоже сытная помоечка. Прикинь, в этом бачке что-то есть. Пиво, да. О, потекло, смотри. О, нифига. О, нифига. А у тебя что? О, так это же чайничек. Да. С первой находкой тебя. Ну, он новичкам идет. Да, нифига, он с подсветкой, кстати. Может, даже рабочий. О, свежачка принесли. Тут какой-то чайник или что это? О-о-о, да. Офигеть. Планшет. Офигеть, еще и с клавиатурой. Как думаешь, рабочий? Ну, я думаю, да, он, экран целый у него. Очень случайно. Самсунг Galaxy Note N8000. 64 гига памяти, офигеть, неплохо. Только, слушай, он какой-то как будто не оригинальный. А у митилярка? Что ты там про косметику говорил? Ну, вот успокаивающий витаминный тоник. Надо такое тебе? Я это постоянно нахожу. Вот, что-то есть, кстати. О-о-о. Офигеть. Айфоны. Да нет, что, правда, что ли? Прикинь, да. Помойка радует. Я, типа, даже не удивлен, серьезно. Это айфона. Так, это айфон пятый. Это, а, это 5С уже. Видишь, тут две камеры. Розовый, кстати, крутой. Смотрите, ребят, вот здесь болтов нет. Его разбирали, возможно, он вообще дохлый. И этот тоже разбирали. Но это кто-то, наверное, из двух собирал один. Ну вот и приехали. Офигеть. Ну как тебе гараж? Офигеть просто. Это все с помоечки? Да. Можно посмотреть? Да, конечно. Пьешь? Ну, это так. С помоечки нашел, просто у меня тут, типа, мини-бар. А что там по сроку годности? Да, я думаю, ничего и не будет. Слушай, ну, я бы выпил. Да? Ну, ты пьешь? Вообще иногда, но, в принципе, можно сегодня, за знакомство. А, за пивон есть? Сейчас найду. Правда? Ну, сгоняю в магаз, куплю тогда. Умеешь играть? Нет. А ты умеешь? Нет. Это оригинальная Гуччи? Да, с помойки. Ну, хочешь, могу подарить. Серьезно? Да. Прям оригинальная Гуччи. А что нет? Какой-то фанатки. Ну, а что? Я не жадный, типа, мне не жалко. Ну, жарковато у тебя, если сейчас, можно снимать? Ну, снимай, да. Так, ну, я в магаз тогда побежал. Ну, я тогда жду. Хорошо. Ой, ты чё? Что-то ты быстро. Ну, да. Я померить просто хотела, там, что-то нашли. Я понял. А, ты уже хочешь примерять то, что мы нашли. Давай попозже. Ну, давай. Короче, я взял колу. Так, сейчас я найду стаканчики. Вот, кстати, с помойки находил новые абсолютно. Прикинь. Это, знаешь, в автоматах такие стоят. А тебе 18-й есть? Есть. Сколько налить тогда? Ну, немножечко. Хорошо. Ой, да, топовый коктейльчик будет у нас. С помоечки, кстати. Ну, только колу пришлось купить. Ну, держи. Спасибо. Ну, давай. За здоровье. За знакомство. Ядреное. Книжки смотришь. Ноу. Ноу. О, все равно ес. Целый набор. Это же эти. Для маникюра, ребят, смотрите. Он вообще в хорошем состоянии. Даже в полном комплекте. Это Витек. За 150 рублей получится Витька продать на барахолке. Вот еще часы стеклянные. Мельбес. Это реклама была сейчас. Ребят, возьмем и эти часы. Их можно за 50 рублей продать. Неплохо так. Ну, в районе 300 рублей сейчас заработали. Ребята, я балдею. Это поролон, который мне надо. Дима. Я седуху на скутере у себя увеличил. И мне как раз поролон нужен был. Там обоссана. Что это за вода потекла? Это с губки этой потекла. С поролона. В общем, ребят, я поражен. Это реально топовая находка мне для скутера. Я сейчас себе кусок вырежу и заберу поролона кусок. Вырезаю, ребят, себе под скутер губку. Вот, смотрите, видите? Вы видите, как нарезается? Там меня узнали уже подписчики. Ребятушки. Видите, ребятки? Деду надо вот поролон. Вырезаю его. Ампулатура всякая. О, сумка. Ой, смотрите. Вынос с хаты. Сумка с вареньем. У меня тут баночки с вареницем. Офигенные, кстати, баночки. Можно было в гараж забрать для саморезов. Варенье вылить, потому что оно заплесневело. Тут что-то вроде как будто есть. Нет. О, все-таки есть. Сити грипс. Это для деда. Это вот сюда мне. Тряпочка. Для деда, чтобы была. Все, чувак, сюда надо залазить. Если есть лифчик, то надо залазить. Кто полезет? Кто полезет? Давай на Цуэфа. Цуэфа. Залазь. Я 100 рублей нашел. Где? Утуб, варялись. Все серьезно? А вдруг они не настоящие? Дай гляну. Все еще. Нифигасе. Ребят, ну вот видите, тут что происходит. Подписчики деньги находят. У меня под носом. А деду тоже денег надо. О, и мы тут уже что-то видим. О, охренеть. Чувак. Датчик протечки воды. Радио. Да где? Это макет. Радио датчик контроля протечки воды. Слушай, макет это или нет, но я это заберу. Офигеть, тут антенна хотя бы есть, чувак. Это можно просто на стенку повесить. И все будут думать, что у нас в гараже сигнальная охранка стоит. Но там видно, внутри платы нет. Вот это просто реально макет. Но все равно кнопки нажимаются. Может там внутри, кстати, плата есть. Хрен его знает. Сейчас это все вот так вот тут. Вот так вот. Вот так вот. Это сниму как-то. Просто, ну, вы же знаете меня. Мне все надо. Я это возьму. О, диванчик. Офигеть. Это в гараж можно было бы забрать. Топовый диван, ребят, реально. Огромный, длинный. Еще внутри можно что-то хранить. Смотрите, сколько места. Ух, как он просится-то в гараж, ребят. Ну, тут подерто чуть-чуть. Видимо, из-за этого выкинули. И мне-то на это похуй. Смотрите, тут даже какие-то есть вот подушечки. Это вот так по бокам ставить. Вот так вот тут точнее делать к стеночке. И вообще кайф будет. Я, наверное, сейчас вызову грузовое такси и отвезу его в гараж. Реально топовый диван. И идеальный для гаража. Во, во, вы нас хаты. Вот это уже мне надо. О, фила. Филочка моя любимая. Ребят, это женская фила или детская? Я не пойму. Опа, 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 опа. Клиарскин. Не надо. Порэрэрэйкен. Ну, вот, собственно, сейчас загрузимся. И будем гайфовать в гараже на новом диване с помоечки. Опа. Ой, вот эта помоечка радует. Вообще балдеж. Ну, какой диванчик. А тут что? Сразу это вот высасывать какашки с туалета. Ох ты. Какой кейсик классный. Биг сити. Ой, ой, ой. Офигеть. Сколько всего. Стой, там песок. Чемоданчик, кстати, классный. Тут песочница детская. Это мы не берем. Бесперебойник нам надо в гараж. Блин, ну здесь... О, карабин. Мне как раз на ключи нужен карабин. А вот аккумулятор и бесперебойник забираем. Нужная и полезная в гараже находка. Вот это надо мне в гараж. Это хранит что-то. Вау. Ребята, смотрите, что это. Это раскладная вот подземная парковка. Это, наверное, чисто одна часть этого конструктора. Тут можно на машинках кататься и вот сюда заезжать, парковаться. В общем, это все как-то собирается. Я не знаю, как, но я думал. Да, брать я это не буду. Для хранения находок мне это не подойдет. Смотрите, что с моим старым карабином. Видите, он до конца не защелкается. И поэтому так можно ключ потерять. Поэтому я поставлю вот это. Помоечка дарит то, что мне надо. Это, кстати, карабин даже лучше, чем этот. Вот проводки всякие. Это AUX кабели, ребят. AUX. О, стаканчики. Это в гараж новые. Так, чемоданчик, кстати, такой тоже можно продать. Он целый абсолютно. И большой. Мы его заберем. О, о, еще игрушки. О, это же меч из калибур. Ой, интересная помоечка. А здесь что? Находки, наверное. Да, вынос с хаты какой-то рюкзак женский. Так, на карманы смотреть. Может, там деньги есть. Да, как я и сказал. Вот и денежки. Кэшбэк от помоечки. Вот, смотрите. 10, 12, 17 рублей, ребятки. О, еще и 50 копеечек. О, вот, смотрите, еще 5 рублей. Уже 22 рубля у меня есть. Ой, колготочки. Да. Так, 10 рублей, 20, 30, 40. Так, это у нас покупают просто их. Вот лифчики такое не берут. Но колготочки, они всегда в цене. Ношеные особенно. Надо со следами носки, чтобы были. Вот это полотенец. Это со салфеточки. Все надо. Аккумуляторами не надо, да. И салфеточки, и полотенечки. Вот, ребятушечки, коробку кто-то выставил. Ой-ой-ой-ой. Это детский синтезатор, электронный музыкальный инструмент. А что он? Кстати, на вид как новый. Может, даже работает, а нет. Батареек, наверное, нет у него. Ну, реально как новый на вид. Зарядка и микрофон, офигеть. Это можно караоке петь, на нем играть. Весы прикольные, кстати. Весы, кстати, да. На 150 килограмм рассчитаны. Не, они не работают. Синтезатор возьмем. А весы нафиг надо. Их никто не купит за нормальные бабки. А вот это топ находочка в ребятушечке. О, вот это меня. Вот это я люблю. Ой, тут куча говнеца. И вкусные мои бананы с помоечки. Оу, есся. Ну, настало время, ребятки, слегка перекусить. Потому что я очень люблю перекус с помоечки бесплатный. Потому что, в принципе, покупать еду, это как бы такое себе. Потому что тут помоечка сытно кормит. Вот, посмотрите на его размер. Он такой беленький и не гнилой вовсе. У меня банановый день. Бананы это белок и палетно для моего органа. Ребятки, я пришел в новый гараж, который мы сняли специально, чтобы сделать из него склад. Скоро я выпущу видос с обзором на этот гараж. И покажу вам еще прокачку своего основного гаража. Также, что я хочу вам сказать, то что это сюрприз боксы с помоечки уже собраны и готовы к отправке. Вот здесь в коробочках сюрприз боксы, которые еще дособираются. И вы уже можете их купить. И вы представьте, какой это крутой подарок. Какому-нибудь другу, подруге, на днюху, там, неважно на какой праздник. Это уникальный подарок. Потому что все, что в этих сюрприз боксах находится, все это я находил в помоечках. И эти сюрприз боксы окупаются. Поэтому это очень оригинальный подарок. Вы удивите на 100% своих друзей, знакомых там, это и родственников. Поэтому заказывайте для заказа сюрприз бокса с помоечки. Пишите в мою группу. Ссылочка будет в описании. Группа называется, была найдена. Пишите в сообщение группы. Мне в личку ВК писать не надо. Потому что я там это редко отвечаю. Потому что очень много пишут мне. Все, жду вас это в сообщениях группы. Ой, слышишь, чувак? Тут что-то очень интересное. Здесь самодельный ардуиновский робот. Робот собранный на Ардуино. Гитара! Ардуино, не Ардуино, но это Ардуино. Тут гитара офигеть поломанная, дорогая. Офигеть, ее заклеить этим клеем по дереву и все. Ребят, робот на Ардуино. Посмотрите на батарейках. Вот эти платы. Это все программируется, настроивается. Вот сервоприводы, вот движки, колеса. Вот одно колесо отлетело. Мне очень интересно получится, или его там настроить, чтобы он поехал. Для него, наверное, икпорт нужен, блютуз и вайфай. Так, тут еще батареечки от него отлетели. Вот еще две батареечки. Еще эта пластиковая заглушечка. Гитара от бренда Хоннер, видите? Вот тут эти, короче, эти наклеечки такие классные, советские. Она вообще на вид как советская, но она отломалась, к сожалению. Вот здесь даже струны есть, их даже не сняли. А просто вот так вот выкинули вместе со струнами. Кто-то, видимо, наигрался, не научился играть на ней и разбил ее. Вот тут, в принципе, наклей кто-то уже клеил. Но если руки не жопы, можно сделать это грамотно и заклеить, и пользоваться. В целом мы ее забираем офигенно. Прям с чехлом, ребятки. Помоечка дарит музыкальный вкус. Помоечка дарит музыку, романтику. Помойка дарит девушку. Потому что если научиться играть на девушке, то все девушки будут на девушке. Просто, то есть, хотел сказать вот это, что если научиться играть на гитаре, то все девочки во дворе будут приходить, слушать музыку. А потом, ну вы понимаете, ребятки. Это USB картридер разобранный. А что тут, может, еще что-то есть? О, Boogie Burg. Embry Electronics. Это не читательная книга. Это, наверное, графический планшет. Графический планшет, ребят, на батареечке. Это вот для рисования. Мне интересно, сколько он стоит. Видно, он какой-то профессиональный. Стилус тут был когда-то, но его сейчас нет. Может, я там найду его сейчас? О, какая-то плата. Это, скорее всего, внешний жесткий диск маленький. Это что? Вот от него корпус. Вот Kingston Portable SSD на 240 гигов. Вот это от него корпус. О, еще Windows 7, Intel Inside Core i5. Чего это такое? О, вот. А, ребят, вот эта плата от того внешнего SSD. Сюда М2 накопитель вставляется и через USB вот такой подключается в компьютер. Это вот от той коробочки, где Intel Core i5 написано. О, о, о. Нифига себе, ребят. Это сюда контактики подключаются, ребят. Это для всяких там этих подключать всякие платы. Ардуино там и так далее. Контактная группа вот это типа того, да. Я чуть-чуть разбираюсь. О, президент. Свечиной, ребятки. О, хо, 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 яшкин кот. Да, это как вкусно. С ветчиной. Сыра, смотрите, ребят, до 8, 12, 21, короче, до декабря. До 8 декабря этот президент. Вот еще какой-то сливочный творожный сыр. Хохланд. Ммм, ес. Ой, как будет вкусно. Но он с плесенью, блин. Вот это плохо. А вот этот сыр, видимо, тоже, по идее, должен испортиться. Но на вид он нормальный. Поэтому мой желудок его переварит. Вот, смотрите, торчит одноразочка. ХКД. Надо попробовать. Может, она там еще не закончилась. Вот и даже упаковка есть. Все, опять вы? Здорово, пацаны. Как дела? Стрим вообще крутой. Нравится? Делайте ставки, что я найду. Вон, зацените, гитару нашел. Еще помойка радует. Но она поломана. Не знаю, не знаю. Ну, тут помойка обувает опять. Но они разорваны в хлам. Брать такое нет смысла. О, уголочки, ребятки. Деда нашел. Для деда нашли уголочки. Вот всякие интересные, полезные блоки питания. Вот это для зарядка старое очень. О, тут что-то есть. Сто процентов. Смотрите, провод от айфона сразу. Интересно, а риг нет? Вроде не оригинал. Какой-то он весь ржавый, мокрый. Это что такое? Это вывеска с магазина, ребят. И раму можно забрать. Но она вся кривая. Ну, забирай. Ребят, это для машины вот этой инвалидки рама нам пригодится. Вот этот металл. О, похавать. Смотрите, пепсички. Почти целая бутылка. Чуть-чуть пиццы, ребятки. Тут вот еда какая-то. Смотрите. Ох, ролики. Вот эти запечатанные. Вот эти я сейчас поем. Тут даже соевый соус есть. Смотрите, новый сатокабель и переходничок. О, демиксички, ребятки. Обувает помойка в демиксы. Размер 41. Слушайте, а можно их взять? В принципе, купят они целые. Сойдет. За 100 рублей купят на рынке у нас их. О! Обалдеть, ребят. Смотрите, что досталось. С этого же пакета демиксички были. Вот. Игровая мышка Блади. Модель А7. Надеюсь, рабочая. Она с подсветкой, кстати. Неплохая мышка, на самом деле. У меня похожая дома. Я и пользуюсь. Очень удобная. Свежачок залетел у ребятушечки. Источник меди. Вот он. Это руль, ребят, на автотранспорт. Вот так вот тут рулить. О, мультиварочка. Но ее, блин, не купят. Это на алюминий медь. О, ес. Да. Монитор. Чувак, нерф. Это ваза. Что это? Что это? Я сейчас тебя... Я буду стрелять. О, это медяшка. Источник меди. Забирай. Опа. О, мегафон, телефон. Ребят, мегафон, телефон. Вон, смотрите, какой маленький. Обалдеть. Он еще в защитной пленочке. Мини-телефончик от мегафончика. Прикольный, кстати. Не первый раз такой нахожу. Что тут еще есть? Это же это, антикварные. О, о, о. Стоп. Тут стекла. Куда ты полез? Я нашел. Мы нашли, ребят, серебряный перстень. Обалдеть. Здоровенный такой с камнем. Где, где, где сережка лежит? Вот это кулон. Серебро. Охренеть. А не, это залупа. Бижутерия. Ой-ой-ой. Спасибо. Мы это все собираем. Тут телефоны. Вот это серебро. Перстни. Вот сережка. Вот я нашел. Вот это серебро. Пробы нет. Поэтому это, наверное, и этот перстень тоже не серебряный. Вот тут всякие. Вот вторая сережка, кстати. Вот это комплект. Две сережечки. Вот и перстень. Это комплект. Там еще что-то выкринули. Вот. Вот эту вазу выставили, ребят. Сюрприз там, говорит, опасный для деда. Вот Samsung. Экран от Samsung. Еще корпус от какого-то телефона. Еще экран от Samsung. Кстати, вот этот аппарат офигенный. Это Max V K15N с фонаричком. Ребятки, это телефон для работы. Вот еще Sony Ericsson. Обалдеть. У меня что-то похожее было очень давно. Ребятки, смотрите, розетка. Вот это новая. У меня как раз в гараже сломалась розетка. Магнитики, вот ключики всякие. Так, ну все, больше ничего такого нет. А вот эта вазочка тоже интересная. В нее можно шурупчики, болтички складывать в гараже. Нерф вообще целый и стреляет. Только пулек нет. Нерфы всегда покупают за нормальные бабки. Вообще, вот такой пистолет в магазине стоит тысячи, наверное, полторы или тысячу рублей. Вот барабан. Здесь вот так заряжается, открывается. Нерф даже у LG есть, только огромный. Так, пацаны, я должен вам это сказать еще раз. Не повторяйте за мной, понятно? Потому что очень опасно. Вот помойки, они заразные. А зараза как заразе не липнет. Я уже заражен. Все, мне терять нечего уже. Так, у ребятушки, ну надо как бы тут поживиться чем-то. Потому что, что мы сюда зря приехали. Какие-то матрешки. Сахарный декор. В смысле, это как? А, это на эти пасхальные эти штуки лепить вот это. Смотрите, ребятки, какой фонаричек. Интересный, кстати. Только что-то кнопка не работает. Но он такой, видно, добротный. Не из дешевых. Ох, тяжеленький. Вот еще духи какие-то тут были. О, не, нифига их там сколько. Смотрите. Пейрей, Париж. Пейрей какой-то. Духи Пейрей. Ммм. А запах-то офигенный мне нравится. Интересно, сколько они стоят, конечно. Духи так-то интересные, реально. Забираю духи. Духи я вообще люблю женскими пшикаться. Вот еще здесь. Смотрите. Сенсулия. Какие-то тоже духи. Вообще полный тюбичек сенсулией. О, это вот эти рыбки запечатанные. До шестого месяца двадцать первого года. Но это уже все. Это с Таиланда рыбка. Она уже пропала. Так. Чувствую себя Егором Кридом, рыбетки. О, рыбки. Рыбки тухленькие. Какие сочные рыбешечки. Вот, смотрите. Ой, сочатся як. Жесть. Вот, смотрите. Кожаные лапти какие-то. Реально ЭКО. Нифига. Фирма ЭКО. Это дорогая фирма. Но они ушатанные в хлам. Вот Инстрит. Скороходы быстрые. В принципе, они целые. Вот их можно взять. И на пяточках тоже. Такое покупают. Ну, это фигня. Скороходы. Вот Кроксы. Кстати, интересно. Орик? Крокс. Вроде Орик. Но им жопа. Смотрите. Потресканные. О, тут уже Найки. Вот, Ники, ребятки. Только это не Орик. Это Паль, видно, дешевая. О, кстати, Ребюки. Вроде Орик, но пятки жопа. Она будет очень жестко натирать пятку. Поэтому их никто не купит. Брать не будем. Ой, там сразу вижу, что-то стоит, ребятки. Ммм, да ладно? Смотрите, ребят. Пол пачки нового наполнителя для лотка кошачьего. Сисикет. Так он дорогой, блин. Ультра впитывающий. Такой наполнитель я даже себе не покупаю для своей кошки. Потому что он дорогой. Но мне на халяву, конечно же, ребятки, просто пушечка заберу. Ребята, там цепь. Ребят, представляете, если золотая. Очень похоже на золото. Она вообще выскользнула у меня из рук. И хотела исчезнуть. Цепочка очень тоненькая. Может, реально золотая. Блин, пробу не вижу нигде. Возможно, это, конечно, бижутерия. Но буду надеяться на золото, ребят. Пробы нет. Но, возможно, проба была с другой стороны, где цепочка оборванная. Поэтому цепочку ребятки я забираю. Потому что, если это золото, то это пару тысяч я заработаю на ней. По-любому. Ну, тысячи три-четыре, может. Смотрите. Да ладно! Ребята! Это ортопедическая подушка из Икеи. По-любому. Вот они. Вот они. Вот такие свежие. Смотрите. Sleep Professor Smart Design. В США сделанная. Ортопедическая. Вот ее нажимаешь, и она как бы проваливается туда. На запах. Они даже не воняют. Просто слегка желтый. Это наволочку я одену. Я буду спать на одной из этих подушек. Я всегда мучаюсь на этих подушках обычных, которые у меня. А тут, бам! И ортопедические для меня, для деда. Топовые подушечки. Ребятки из Икеи. О! 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 Помадка! Мазутка! Вот это гимине! Вот это гимине! Тут еще вот! Old Spice для меня! Я буду на коне вместе с ним. О! Ребятки! Splat Juicy. Это зубная паста. Я буду зубки чистить детская. Вообще полный тюбик. Вот сколько всего! Смотрите, ребятки! Масло Johnson's Baby. Вы знаете, для чего я буду его использовать? Знаете? Джекпотик? Ой-ой-ой! Это же сушилка для ногтей с вентилятором. И с кнопкой включения. Мощная сушилочка, ребятки. Это мы возьмем, будем использовать, там, сушить что-то, клей, там, да, когда будем клеить что-то. Вот сюда положил, и оно будет сохнуть быстро. Это надо нам в гараж, Дима. Дима, поиграем в футбольца? А ну дай паска для деда. Ой-ой-ой-ой! Давай на голову! Оп! Ребятки, смотрите, как мы забились так неплохо. Сейчас поедем в гараж это все отвозить. Ортопедические подушечки очень радуют. А вот этот HQD оказался рабочим. И он мне понравился по вкусу. Помоечка дарит музыкальный вкус. HQD. И все у нас на мази. Помойка балует. Подъехали к помоечке. Мы вообще ее лутать не хотели, но увидели вот это вот креселка, смотрите. Тут вынос с хаты, походу. Кресло компудактерное. Какое-то его самодельно обшивали, видите? Пена монтажная. Ой, это надо нам. Дай гляну. Дизель. А что с ним? Он грязный в какой-то фигне. Ребят, а рюкзак от фирмы Дизель. Но это с рынка, наверное. Это палец по-любому. О, веничек. Веничек в гараж. О, 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 о. Вот это вот интересное что-то. Ох, это сцепление, ребятки. Сцепление, это металлолом. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Это женские, но не оригинал. Тридцать девятый размер. Вот еще какие-то кедики с Микки Маусами. Спорт написано. Они вообще целые. А вот эти Найки реально интересные. Ну, видно с рынка, но все равно на вид вообще классные. Но паль. Но тридцать девятый размер пойдет. Ах, что тут еще? Ой-ой-ой. Ой, ребятки. О, ребятушечки. Чайничек. О, огурчики. Огурчики. Мм, какие интересные. Это подводочку. Можно было взять в гараж за кусочком. На полочку поставить. Челзону, где я отдыхаю. И там можно будет, если что, ну это, вы поняли. Тут покушать вареницы немножко. О, вот это грецкие орешки. Вот это мне надо. Это очень полезное. И вот эти орешки, фундучек и грецкие. О, романтические свечи, чайные клубника. Смотрите, они там новые. Так, ну посмотрим, чем порадует моя любимая кормилица. Я чувствую, здесь есть чем поживиться, как обычно. Сейчас паркуром чуть-чуть позанимаюсь. Это тоже экстрим. Порцию экстрима надо от помоечки получить. Потому что помоечка она дарит не только находки, но и порцию экстрима. ОЗК костюм, ребят, военные. А ну кинь, посмотрю. Ребят, это ОЗК костюм. Смотрите, он даже подписан. Челки ОЗК, костюм ОЗК, вот этот жилет. Помоечка дарит химзащиту, ребятки. Химические отравления нам не страшны. У нас уже есть костюм ОЗК, вот всякие шторины. Это постилочки, это в гараж я настилю на полочке. Горчичники, ребят, смотрите, какой заряд горчичный. Очень длинный. О, 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 о. О, 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 о. Ничего тут не оказалось. Мы чуть не подрались за этот пакет пустой. Дима офигел, сука, а ну свалил с моей помойки. Куда, сынок, лезешь на батю? Я буду драться с тобой за помойку. Свалил отсюда, тут все мое. Опа, сразу для меня выставили обувка. Бывают детские обувки целенькие. Вот это все возьмем. Вот тут все в коробочках, ребятки. В коробочках эко, офигеть. Ребят, эко обувь, она дорогая. Вот все вот так возьмем. Коробки нам не нужны. Тапочки не берем. Это, кстати, ортопедические такие стельки. Это не тапочки. Какая-то коробка. О, 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 о. Ребята, смотрите, какие ролички детские. Обалдеть, как колесики хорошо крутятся. Декко фирма. Никспит. Четвертый размер. Обалдеть. Вот это купят за нормальные бабки. Смотрите, ролички какие целенькие. Вообще в идеальном состоянии. Плюс тут наколеннички, налокотнички. Все в комплекте. Ролички, наколеннички, налокотнички. Вот это, ребят, в интернете продам за тысячу рублей целый этот комплект. О, огурчики. Это чтобы геморроя не было вставлять в задний проход. И вставить, не отрывая от ботвы. Там шланг от кальяна. Вижу, уже сразу в пакете торчит шланг. Вот. Видите, ребят, какой у меня взгляд? Я вижу все издалека. У меня кальян в гараже есть, и мне он пригодится. Это что? О, чай. Чоколадный. Ребят, напиток чайный, гречишный. В пирамидках, смотрите, а там гречка внутри реально, гречишный. Я такого ни разу не пробовал. Возьму, попробую. Помойка удивляет реально. Малина, мятна, фитнес, селектион, премиум ти. То есть чай для фитнеса. Ребят, офигеть. Вот здесь тоже. Вот еще. Чай монастырский. Охренеть. Вон его сколько здесь. Чай монастырский. О, Кертис. Ну-ка, коктейль. Обалдеть. Ммм. Буду чай попивать. Вспоминать помоечку добрым словом. Ой, я одеваю перчаточки. И я уже готов разрывать данную помоечку. Вот уже сразу вижу унитазик, в который можно присесть посрать. Здесь же есть опять детская одежда, обувь. Вот это все. Все это берем. Это все покупают на рынке. Свитер вязанный прикольный. Как знаете, с какой-то деревни. Че там, Димон? Дай-ка гляну. Они вроде ушатанные в хлам. Адидасы. Дима себе обувь нашел. Смотрите, какие адидасики. Ну, пятка там разорвана. Там, наверное, мозоль ему будет натирать. Ну, Адидас. Супер скейт. ХЗ, а Риг нет. Но 46 размер, поэтому его размер будет носить. Оу май. Какие лапти. Полумбир. Ну, это масс-маркет такой. 44 размер. Даже мой, кстати. Но мне они не нравятся. Опа. Ребят, вынос с хаты. О, это табак для самокруток. Вот, в пачке. Это пульт от ТВ-приставки. Ой-ой-ой, какой он грязный. Смотрите, да ну нафиг там духи. Обалдеть, сколько там всего, ребят. Вот это топовый пакет. Ай. Ютуби-дом. Куда рыпаешься поперед бате? Если батя залутал, то батя иду будет долутывать. Понял? В общем, ребят, это табак. Для самокруток. Пульт от ТВ-приставки. Прикольные очки. Стильные, модные, как у Скрилекса. Духи, смотрите. Автор шеве. Лосьон после бритья. Набелдеть. Он даже полный вообще. Куда полез? Я руки тебе намотаю. Вот, смотрите, ребят. USB кабель для зарядки. Вот это 3D очки. Это вообще не надо. О, Виктори-спорт. Это Виктори, значит, победа. Вот видите, на ваших глазах я сейчас победил и нашел пакет с находками. Но тут что-то очень много, чисто одних духов. Смотрите. Мужчина, которого я люблю. Эдиши, он бланк. Дубль фермер. Я первый раз вижу, чтобы на духах писали на русском мужчина, которого я люблю. Это вот чисто мне обувь пшикать для носков. Такие духи, они явно с рынка. А у меня зато ноги вонять, потяными носками не будут. Эксциде. Неплохо, неплохо. Вот еще духи. Формен. Культ. Мышка Sven RX 425V. Но без передатчика, поэтому она работать не будет. Но вот видите, как помоечка одушевляет и дарит духи. Вот тут это что-то тут выкинули, ребят. Антенна Sven и блок питания к ней. А нет, от робота-пылесоса или от какого-то шуруповертика, ребят, зарядка. Чувак, что там за сундук? Обалдеть, ребята. Это в гараж. Это зажим у меня на таком хромяке и держится. Ребят, давайте смотреть, что в этом сундуке. Офигеть, что вот это такое? Там перчатки какие-то белые. А, это набор был, Жен. Ложки, вилки вот в этом сундуке были. Офигеть, так это офигенная шкатулка. Вот перчаточки белые. Во! Чувак, оно тут осталось. Тут ножи новые. Это дорогущий набор. Офигеть, ребят, смотрите, новые ножи. Вот они все по бокам. Их про них забыли или что, я не знаю. Вот они здесь. Все здесь ножи, здесь ножи. Такие же. Это вот мясо резать новые. Что у тебя? Это шарики надувные. Обалдеть! Ребят, тут столько надувных шаров. Вот они, смотрите. Это длинные вот такие шарички надувные. Их тут очень много. Обалдеть. Помойка дарит бабл гум. Шкатулку. Вот еще лапти какие-то кожаные. Вот так вот все оставлю. Вот эту штуку я выкидываю. Потому что она не нужна. Чисто ножки. Чисто эти ножики нужны. Ножики можно будет продать, потому что они полностью новые. А вот эти штуки выкину, потому что я вот сюда буду что-то складывать. И этот сундучок заберу в гараж. Что там, чувак? Ты что так радуешься? Дима, рассказывай. Аккуратненько, аккуратненько. Вот это от советской швейной машинки. И там она лежит скорее всего. Давай ищи светскую машинку. Версачи, чувак. Футляр Версачи. Ну и вот тут нету Версачи этой. Такую штучку зачем тебе? О, это переключалка, ребят. На поворотнике. Вот это от стекломойники. Рекольно. Возьмем. Ой, ой. Обувает. Из Бершки. 39 размер. Женские вот такие кеды. Так, целые. Ну вроде как нормальные целые. Их можно взять, их купят. Штребух Король Помоек Мау. Видите, что написано? Видите? Вот это такие лапти квадратные. Обалдеть. Вот это стиль. 39 размер. Ну что, взять можно. Они зато на вид как новые. Но смотрятся, конечно, супер убого. Я очень рад, что вы досмотрели данный видеоматериал до конца. Спасибо большое за просмотр, ребятушки. Если хотите видеть больше Лизы в моих видосах, то обязательно дайте об этом и не знать в комментариях. Ну и если она не захочет дальше со мной ходить по помоечкам, я возможно приглашу другую подписчицу и с ней буду разрывать помойки. Поэтому жду обратной связи в комментариях. Ну и спасибо, что досмотрели. Встретимся в следующий раз на помоечке. Для вас я припас многогодного контента, который скоро выйдет. Я вас удивлю, ребятки, знатно.